Продолжаем следующую серию и сейчас мы поговорим о влиянии религии и политики на обществе адыгсинга. Как это происходило? Итак, для адыгов в 18-19 веках характерна такая религиозная система, которая называется религиозный синкретизм. Это значит смешение в одной религиозной системе различных элементов других религиозных систем, политеизма, христианства, язычества. То есть это была своеобразная смесь обрядов, культов. Если говорить так на чистоту, религиозный синкретизм, он характерен для всех религий. То есть каждая религия заимствовала в той или иной мере. В том числе это характерно и для адыгов. В частности, для адыгов характерны языческие верования, которые базировались на первобытных духовных практиках, таких как магия, тотемизм, анимизм. Анимизм – это вера в духов, вера в то, что все объекты, они одушевлены. То есть это поклонение священным рощам и так далее. Татемизм – это вера в то, что какое-то животное является родоначальником какого-то рода, племени. И у адыгов также это было, имело место быть. Кроме того, у адыгов также была магия. Это специфические обряды, при помощи которых, как предполагалось, можно сверхъестественным путем повлиять на другого человека, на животных или на природу. У адыгов была знахарская магия, была магия сельскохозяйственная и так далее. Самый яркий пример – чапш, например. Обряд. Да. Чапш. Когда раненая лежит, ее обряд… Когда ему спать не давали, да? Когда ему спать не давали и праздновали там постоянно, беспрерывно. Да, да, потому что считалось, что духи, они ночью приходят. Да, ночью приходят, и если он будет спать, то они вновремя. На этой основе у адыгов возник политеизм, как и у всех других народов, которые населяют нашу планету. В частности, у них были такие боги, они поклонялись Тгаатхо, это великий бог, Аушедж и Зейгут – покровители наездничества, Ахин – покровитель скотоводства, Емиш – бог овец, Кордес – богиня моря и рек, Кордес, да? Да, прошу прощения. Псегуаш – дева речных вод, Сазерес – божество, покровительствующее филопашцам и домашнему благосостоянию. То есть, был такой пантеон богов, сопоставимый с пантеоном богов, как у древних греков в свое время было, как у древних славян и у всех других народов. Постепенно в VI веке уже нашей эры на территорию северо-западного Кавказа проникает христианство. Здесь были епископы, христианизацией занимались византийцы, которые здесь держали свои епархии, их называли, глав епархии называли епископами или шагенами. Христианизация региона прекратилась с падением византийской империи в 1452 году. И в целом остатки верований вот этих христианских обрядов, они все-таки остались и в первой половине XIX века. Ну и постепенно в регион также проникал и ислам со стороны Османской империи, со стороны Крымского ханства. Первоначально ислам принимали представители элит, знати, которые взаимодействовали с крымскими ханами и турками. Но затем, в конце XVIII века и особенно в XX-е годы XIX века, турки начали предпринимать активные меры для исламизации региона, для того, чтобы местные племена стали мусульманами. Они посылали сюда своих миссионеров, которые действовали как со стороны Анапы, так и со стороны Кабарды. Но ситуация, которая сложилась в первой половине XIX века в религиозном отношении, она представляла собой вот такую причудливую смесь языческих обрядовых практик, христианских и исламских. Об этом нам в один голос говорят путешественники, которые наблюдали за этим. В частности, швейцарский ученый Фредерик Дюгуа де Манпере, который в конце I-III XIX века побывал на Кавказе, свидетельствовал. Весьма трудно сказать определенно, какую религию исповедуют черкесы. Настолько свойственно им смешение христианства, мусульманства и язычества. У черкесов только князья и знать являются мусульманами и соблюдают его обряды, но делают они это для очистки совести без всякого рвения и зачастую посмеиваются над этими религиозными церемониями. Народ же фактически является языческим. Также Дюгуа де Манпере отмечал, что черкесы с побережья все еще по традиции празднуют Пасху, хотя уже не помнят, в честь чего этот праздник и за 15 дней до праздника наподобие поста воздерживаются от употребления в пищу яиц. То есть это был такой прообраз поста, великого поста, который вот у них остался. У них есть деревья, отмеченные крестом, которые они почитают и которые никогда не касаются топор. Эти деревья находятся в священных рощах, пользующихся всеобщим уважением. В определенные дни перед этими деревьями бывают религиозные празднества. Однако же культ, который отправляется у этих деревьев, был совершеннейшим идолопоклонством. Так считал швейцарский путешественник, который наблюдал все это своими глазами. С другой стороны, уже известный нам часто упоминаемый корреспондент лондонской газеты Times Джон Лонгвард, побывавший в 1839 году на Северо-Западном Кавказе, писал, «Хотя ислам исповедуют, по идее, все, до сих пор в полном объеме своих ритуалов и обрядов получил весьма слабое распространение. Подавляющее большинство жителей областей Шапсугов и Натухаев не совершали обряд обрезания, а во многих районах побережья все еще сохраняют языческие обряды и жертвоприношения, которые претерпели изменения, но еще далеко не вытеснены исламизмом. Религиозные рощи или кодаши, как их здесь называют, продолжают оставаться объектами куда более реального и искреннего почитания, нежели мечети, и проводящиеся там празднества собирают куда больше народу, чем намаз. Следующий наш политический агент англичанин Джеймс Белл также изложил в своей книге свои наблюдения по поводу религиозных практик среди адыгов. В частности, он писал, что в это время года, в октябре, в течение двух недель совершается праздник, называемый Мерен. Молодые люди переходят группами по следователям порядки из дома в дом и проводят время в танцах, пении, поют и пьют базе и так далее. Часть церемонии состоит в том, что кучка людей, в то время как они держат в руках пироги, запеченные сыром, и раскачивают ими вместе с окружающими громкими криками, взывают к Мерен и просят не спасать им счастья, здоровья и изобилия во всем. Черкесы утверждают, что праздник этот установлен в те времена, когда в Черкесии господствовало христианство в честь Матери Христа. То есть, даже черкесы помнили о том, что вот эти обрядовые практики, они имеют свою христианскую основу. Затем, другой англичанин, Эдмунд Спенсер, прибывший на Северо-Западный Кавказ в 1830 году, и он описывал, что две недели у черкесов связаны с днями, в целом дни недели, они связаны с днями христианского календаря. И летоисчисление у черкесов было как у христиан, а не как у мусульман. Он писал о том, что активно праздновали, отмечали Пасху, и пятница перед Пасхой считалась несчастливым днем. Пасхе, да. Празденства производились по воскресеньям, и в случае победы обильного урожая и прочего, черкесы собирались в священных рощах, где жрец, склоняясь ревностно перед крестом, начинал службу жертвоприношения. И этнограф Ячков-Тарасов также описывал вот эту службу, которая отдаленно напоминала христианскую литургию. И там даже был прототип христианского причащения, таинства Евхаристии, когда раздавались вот эти лепёшки и запивалось это всё бузой. С другой стороны, разведчик российский Фёдор Фёдорович Тарнау, который попал в плен к адыгам в 30-е годы XIX века, он также отмечал своих воспоминаний. Абадзехи вообще дурные мусульмане. Не уважают офендиев, не платят им десятины, как другие черкесы, и редко судятся по шариату, который есть единственный доход духовенства. Много абазех не исследуют учению Корана. Они удержали привычки идолослужения, жертвуют ветрам, чтут священные леса и в распрях предпочитают шариату суд по обычаям. Как мы уже говорили, Османская империя пыталась всячески, способствовала исламизации региона. Они направляли сюда своих духовных эмиссаров, которые активно ислам пропагандировали. Но у этих агентов, у этих людей, которые распространяли ислам, уровень образования, часто не дотягивал до необходимых стандартов. И тот же Тарнау описывал в своих мемуарах очень любопытный эпизод. Он писал, что у зажиточных кабардинцев почти каждый вечер народ собирался слушать Коран. По всей видимости, Тарнау был на территории Северо-Западного Кавказа, но, возможно, это были беглые кабардинцы, которые сбежали с Кабарды на территорию Кавказа Северо-Западного. Каждый вечер народ собирался слушать Коран, читаемый мулою по-арабски и переводимый потом с пояснениями на черкесский язык. Сидя около стены вокруг Кунахской, черкесы с благоговением слушали чтения, некоторые из них позволяли себе иногда делать в муле вопросы насчет непонятных для них изречений. В главе о бегстве Магомета было сказано, что геуры принудили его спасаться из Мекки в Медину. Кто-то из присутствующих спросил, кто же были эти геуры, кто, отвечал мула, не запинаясь, известно кто, русский. То есть здесь был эпизод об изгнании курайшитами пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Это было первое мухаджирство. И именно оттуда идет исламское летоисчисление хиджра. Но у этого проповедника был такой уровень образования, что он не отличал курайшитов от русских. Все это были геуры. И Федор Федорович Тарнау даже не выдержал и возразил. Он спросил, что скажи мне, пожалуйста, где находится Мекка. И этот проповедник показал на юг. И потом он спросил, скажи, пожалуйста, откуда пришли русские. И он показал в противоположную сторону и спросил, как же так. Это же разные направления. И тем самым он сильно разозлил этого проповедника. Он, по-моему, ему сказал, что какая разница геуры, они везде, по всему миру. Да, да. Но суть в чем? В том, что это были не только эмиссары духовные, но и политические агенты, которые ввели определенную пропаганду среди населения северо-западного Кавказа. Далее активно пытались воспользоваться вот этой пропагандой, исламизацией и наибы Шамиля, посланники на Шамиля, которые пытались объединить адыгов для совместной борьбы против России под лозунгами священной войны, газовата, войны против неверной. Ну, об этом мы поговорим в следующем видео. Я бы еще хотел заметить один вопрос по языческой части. Ну, это манение, да, мое мнение. Все-таки считаю, что несколько неверным... Есть такой подход, когда сравнивают именно пантеон, допустим, греческий. Да, богов, но по-хорошему, если глубоко погрузиться в языческую часть, то бог у черкесов, их понимание, один, да, тха, тха-шуха, греки. Все остальные, они более похожи скорее на наших святых, если приводить аналогии, святой Георгий, святой и тот, то есть покровительствующий каким-то определенным явлением природы или там моментом жизни, да, человеческой, да, или выражение природы. Допустим, бог Уашка, да, как бог считался, бог грома, да, небо, но по-хорошему, он просто молния в явлении, да, природы. Шибли, точнее, Шибли. Ну, Ашка – это синее небо. И, ну, да, это пока еще такая вот сейчас тематика разбирается, приходит к тому, что все-таки, наверное, едино Божие и такое своеобразное, да, адыгство. И именно вот это психологическое явление, что существовали единого бога и святых в таких условиях, оно повлияло на то, что другие религии не смогли закрепиться. И, ну, как бы, получается, просто они дублировали в какой-то мере вот саму эту систему языческого и адыгства, и в умах не было понятно, зачем гонять одно на другое, если мы похожи, пока уже не стали приводить нормы подгонять Коран с адатами. Ну, мое мнение по этому поводу, потому что политеизм, он так же сложный, да, это религия. Если мы посмотрим на древнегреческую вот эту космогонию, она тоже, у них тоже были там единое начало какое-то, потом были вот эти титаны, уран и так далее. Ну, я все-таки склоняюсь, что это был политеизм. Это был закономерный этап исторического развития, который проходили все народы, в том числе и адыги. Я думаю, здесь нет какой-то такой исключительности. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!